Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня хотелось бы поднять очень интересную тему, что же такое транзакционные издержки на фондовом рынке. То есть издержки, которые несет инвестор, который приходит на рынок. Начнем с самых жадных и постепенно, соответственно, будем переходить к менее жадным и кому имеет смысл отдавать приоритеты. Страховые компании, накопительное страхование жизни, накопительные страховые продукты. Все, что связано со страхованием, все, что связано с инвестициями через страховую упаковку, адски дорого. Среднее вознаграждение, которое отщипывает страховые компании, от 3 до 8% денег, даже до 10% денег. Задумайтесь об этом. То есть если 10-летний договор и человек вносит страховую премию, то страховая премия за первый год практически 100% уходит в расчеты различного рода вознаграждения на различных уровнях страховой компании. От управляющего менеджера по цепочке страховому агенту. Не забывайте об этом, когда общаетесь с страховыми агентами, которые, кстати, очень часто, особенно в последнее время, прикрываются названиями финансовый консультант, финансовый советник, инвестиционный консультант. Второе – это инвестиционные компании вместе с банками, которые продают страховые продукты. Причем здесь звучит фраза, что это надежно, что это застраховано, уровни защиты, структурные ноты. Ребят, как человек, который работал в этой индустрии, я могу сказать, что структурная нота, любая защитная нота с автоколом, с барьером, с выплатой промежуточных доходов, которые могут показаться по сравнению с рыночными ставками достаточно привлекательными, все это шляпа. Любая структурная нота, она объединяет в себе все самое худшее от надежных инструментов и от рисковых инструментов. А все самое сладкое уходит эмитентом этих нот. Ребята, вы должны понимать, что каждый автокол вы платите от своего капитала где-то в среднем от 2 до 4%. То есть, если у вас там 3 раза в течение года автоколирование было, то вы заплатили 12% от тех денег, которые размещены. Подумайте об этом хорошо. Управляющая компания. Следующая история, это идут управляющие компании. Здесь есть договора индивидуального доверительного управления или паевые инвестиционные фонды. Я в тройке диалог работал, да, то есть фонд, акции, вознаграждение было что-то в районе 4,5-4,8%. Управляющая компания, депозитарию, аудитору, регистратору фонда. Вознаграждение управляющей компании берется от среднегодовой стоимости чистых активов. Вот ты купила пай. Один пай, например, стоит 3545 рублей. То есть взяли все акции, какие есть в фонде, перемножили их рыночную цену и суммировали. Полученную сумму разделили на количество выпущенных паев. По идее мы рассчитали стоимость одного пая. Но считается это по-другому. Берется стоимость чистых активов фона. То есть вот когда мы взяли все акции, перемножили их на среднюю цену по итогам дня. Вот эта сумма называется и сейчас стоимость чистых активов. Вот от этой суммы взяли 4,8%, разделили на 365. Эту сумму вычли из стоимости чистых активов. На обособленный счет перевели. И вот этот вот сухой остаток разделили на количество паев. Получили стоимость одного пая. Ты приходишь на рынок, покупаешь пай. Ты его покупаешь уже с учетом вознаграждения управляющей компании. То есть ты даже его не видишь. И всю доходность, которую считают, ее считают уже за вычетом вознаграждения управляющей компании. У тебя, блин, офигенный классный год, 2023 фондовый рынок вырос там на 50%. То есть стоимость чистых активов фонда была миллиард, стала миллиард пятьсот. Вот от этого прироста компания забирала 4,8% каждый день. То есть твоих денег там был миллион, а миллион вырос, например, до миллиона пятиста. На каждом этапе, на каждом дне, пока он к этому миллиону пятиста в течение 12 месяцев шел, выплачивалось вознаграждение управляющей компании. На растущем рынке вообще ни хрена не страшно. Но также в 2022 году рынок упал на 50%. То есть у тебя было миллион, стало пятьсот тысяч, но даже с пятиста тысяч вознаграждение к управляющей компании все равно платилось. Это вообще, это адовая история. Потому что когда я в 2005 году пришел в управляющую компанию, в 2007 году, как раз перед кризисом 2008 года, это было просто пушка. То есть все бизнесы росли там, как на дрожжах. То есть управляющая компания с 2002 года, у нее доходы удваивались, утраивались. От твоей средней стоимости актива в 2% фикса берется, еще каждый квартал рассчитывается прибыль у тебя или убыток. Если вдруг прибыль, то с прибыли 20%. Там бизнес вообще шикарный. Люди недооценивают, казалось бы, процент там, процент тут, потом скидка, потом надбавка. Не страшно. А почему не страшно? Потому что когда приводится расчетная стоимость пая, она приведена уже очищенно от вознаграждения управляющих компаний. И поэтому вроде бы не страшно, и вроде бы как бы результативно. Начинаешь с бенчмарком сравнивать, и многие говорят, слушайте, а что это у вас как? Вот индекс вырос настолько, а у вас такая же сопоставимая доходность. Они такие говорят, ну только это же неплохо. Но дело в том, что индекс не включает в себя дивиденды, а когда паевой инвестиционный фонд, он получает дивиденды, то нужно понимать, что если вы, например, вкладываете в паевой фонд акции, который делает доходность как индекс, то есть вы не получаете, по сути, дивидендную доходность. А если среднеисторическая дивидендная доходность от 5 до 7,5%, нужно понимать, что управляющая компания каждый год от вашего актива забирает от 5 до 7,5%. Потому что 4,8% еще раз это получается от стоимости чистых активов. То есть когда стоимость чистых активов увеличивается не за счет притока новых денег, а за счет того, что идет переоценка акций, стоимости акций, то с этого тоже берется денежка. Глубину и важность транзакционных издержек, насколько они влияют на реальную доходность ваших инвестиций, очень круто на самом деле изложено было в книге Джона Богла «Не верьте цифрам». Он показывает, как разрушительные комиссии, которые вводятся в финансовую индустрию, на капитал клиентов. Именно одной из причин прочтения книги Джона Богла было то, что я сделал отдельный продукт, где я, по сути, являюсь и финансовым советом, и финансовым консультантом. Не даю индивидуальные советы, но я для своих детей создаю капитал в 1 миллион долларов. Вы получаете сигналы, к которым можете присоединиться. Приводятся в мастер-классе примеры расчетов, сколько реально бы это обошлось, если бы вы это реализовывали через трейдера, через доверительное управление, через брокера, и сколько это обходится непосредственно в нашем проекте. В нашем проекте от минимальных издержек, которые есть в российской индустрии, у вас дисконт, ну, то есть вы покупаете услугу, по сути, в 10 раз дешевле комиссии, которую заплатили бы непосредственно с таким же объемом капитала у любого российского игрока финансовой индустрии. Каким образом это работает, какая доходность, есть отдельный мастер-класс, можете присоединиться. Следующие по алчности, продукты по алчности, которые идут, схожие на самом деле с индивидуальным доверительным управлением, это идут автоследования. В чем здесь заключается суть? Что может быть какой-нибудь эксперт, который известен, у которого могут быть результаты на небольших счетах, он разрабатывает стратегию, и к ней можно присоединиться. На самом деле в рамках алчности это очень близко к продаже структурных продуктов, потому что, во-первых, в таких историях повышенная оборотная комиссия идет, во-вторых, идет еще комиссия организатора этой стратегии, с которой он тоже делится непосредственно с брокером. То есть там есть менеджмент фи, есть перформанс фи, то есть вознаграждение за управление, вознаграждение за успех. Для брокера это самая золотая история, потому что, как правило, это человек-лидер, у него есть клиентская база, на него подписаны, за ним хотят следовать, и здесь есть возможность дополнительного заработка, помимо оборотной комиссии, которую получает брокер, к которой мы сейчас еще перейдем. Обязательств при этом никто ни перед чем не несет, человек делает, есть подсказывания, там есть много мелочей. реализация стратегии автоследования на платформе брокера для вас будет, ну не то, что малоэффективна, у вас точно не будет такой доходности, как у создателя стратегии, потому что ваша прибыль будет уменьшаться на размер комиссии. Комиссия будет выше, чем следующая история, это комиссию, которую вы платите оборотную от брокера. Есть два варианта. Первый, вас технически, если у вас небольшой счет, вам будут сообщать, направлять в ботах, в чатах, в личном кабинете какие-то новые истории, или на IPO поучаствовать, или в организации чего-то, или на первичном размещении что-то предложат купить, до предложения персонального брокера. Персональный брокер, как правило, это повышенный тариф, то есть суть брокерского бизнеса больше оборотов. Прибыль брокера оборотная комиссия и комиссия за кредитование. То есть шортите, ребята, давайте встанем против рынка, сейчас все упадет, потом откупим дешево. Старайтесь воздерживаться от маржинального кредитования, то есть торговля не на свои деньги. Вы это сразу увидите, потому что у вас будет отрицательный баланс. В принципе, воздержитесь от большого количества транзакций. Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман. Никто не знает, пойдут ли акции вверх, вниз, вбок или кругами. Никто и особенно брокеры. Ну и самый низкий по размеру комиссионных издержек, транзакционных издержек, является покупка через брокера-комиссионера боевых инвестиционных фондов индексных, с которыми можно ознакомиться на сайте Московской биржи, потому что у каждого фонда есть описание размер комиссий, который он берет. Первое, к чему я вас призываю по итогам просмотра сегодняшнего видео. Закажите, найдите, прочитайте книгу Джона Богла «Не верьте цифрам». Второе, что вы должны сделать, подписаться на канал и щелкнуть колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Третье, пройти по ссылке в описании к данному видео, посетить мастер-класс и посмотреть, каким образом, работая лично со мною, вы можете снизить свои транзакционные издержки в 10 раз, присоединившись к проекту «Миллион за восемь». Сегодня это все, что хотелось сказать. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!